Основные дороги очистили, но ситуация пока далека от идеальной. К месячной норме осадков, выпавших за последние два дня, ульяновские коммунальщики явно были не готовы. К снегу прибавился порывистый ветер, что привело к заносам и перекрытию дорог. На день понедельника, по информации городской администрации, в областном центре почистили дороги первой и второй категории. Было задействовано 173 единицы техники и около 2000 человек. Основной упор был сделан на вывоз снега и расширение проезжей части на основных дорогах города. За ночь вывезли 145 самосвалов снега. Дворы, частные секторы и остановки пока находятся не в лучшем виде. На них сделан упор в понедельник. В большинстве случаев мешает припаркованная техника, люди дома, техника зайти не могут. Сегодня было расклеено масса объявлений, чтобы завтра к утру, ну, два раза в водильник зашла техника. Где техника не зашла, отработал выручник. Такая управляющая компания, которую сегодня промониторить нам не удалось. Завтра совместно с агентством Гострого жилонадзора путем выездов мы не отрабатывали. В выходные фиксировались проблемы с топливом. На некоторых заправках не было бензина. Бензовозы не могли приехать из-за перекрытия трасс в Татарстане. В данный момент большинство из них уже доехали до точек. По заправкам, по топливу, за исключением заправок Татнефти, топливо на других заправках есть полностью. Татнефти на семи заправочных станциях отсутствует либо бензин, либо дизельное топливо. Но по информации собственников, сейчас после открытия, в связи с открытием федеральных трасс, в течение 10-12 часов данное топливо будет поставлено на все эти заправки. Активно в работу включены сотрудники ГИБДД, которые помогают фурам с продуктами и бензином проехать. Что касается продуктов, то в целом ситуация не критичная. В Гулливере выходные были трудности с поставками самарского хлеба, мяса от Мираторга и молочных продуктов от Молвеста. В Пятерочке и Перекрестке поставщики также не довезли хлеб, а фуры Магнита не смогли выехать с распределительного центра Тольятти. Три дня мы мониторим ситуацию по магазинам. На сегодняшний день обеспечены с продуктами, основными продуктами питания, хлеб, молоко, овощи, фрукты, мясо есть во всех севых магазинах. Цены не поднимаются. Два дня министерство занимается совместно с сотрудниками ДПС тем, что ищут по дорогам автомобили, которые идут с продуктами питания. И помогают доставлять их до города Ульяновска. На данный момент продукты в магазинах есть. На некоторых точках возможна нехватка некоторых производителей. Затруднена работа курьерских служб. За прошедшие двое суток также были зафиксированы частичные отключения электроэнергии в семи районах – в Новоульяновске и Ульяновске. Инциденты устранены аварийными бригадами. МинжКХ продолжает круглосуточный мониторинг.